Всем привет! Я сегодня хотел бы немножко затронуть тему Remote Desktop на планшетах iPad. Многие наверняка слышали, что компания Apple позиционирует свои устройства как замена компьютеров, но, как по мне, это достаточно странное решение, даже учитывая, что мы говорим про эти устройства как просто Remote Desktop, и особенно если мы говорим про официальное приложение Microsoft. Я установил подключение к своему компьютеру, например, но даже с наличием физической клавиатуры, да, познакомимся с нашим сетапом. В нашем сетапе, получается, у нас есть iPad 2018 года, обычный iPad на 9,8 дюймов, да, экран маловат, но сегодня я хотел бы поговорить о проблемах, которые есть, ну, в самом софте, то есть вне зависимости от того, какого у вас iPad, iPad на 11 дюймов, iPad на 12 дюймов, вы будете сталкиваться с этим проблемой. Проблемы с софтовым, конкретно вот мы сейчас поговорим про официальное приложение Remote Desktop от компании Microsoft. На мой взгляд, это лучшее приложение, особенно если мы говорим про Windows, почему? Потому что оно передает сами элементы, а не полное изображение, как передают другие аналоги. Есть, конечно, еще Jump Desktop, про него много говорят хороших слов, но оно стоит 700 рублей, я пока его не готов покупать, вот, но, как правило, если я, как правило, пользуюсь Windows ноутбуками, на удаленности хочу подключиться к своему основному компьютеру, я использую, ну, встроенное приложение Remote Desktop, которое есть у Microsoft или удаленный рабочий стол, если у нас русская Windows, вот, соответственно, и подключаясь к компьютеру так. Как правило, это использует меньше интернет-соединений, и само соединение более стабильно, и если у вас, например, ну, в определенном месте слабый интернет, у вас больше вероятность того, что вы будете получать хоть какое-то изображение, потому что для того же VNC-подключение, которое есть на Linux, потому что на Linux нет нормального RDP, вот, у вас, получается, картинка будет более дернутая, это я сужу по-своему Raspberry Pi, потому что к Raspberry Pi я могу подключиться только через VNC, вот, и, соответственно, там возникают такие проблемы, но не суть. Вернемся к RDP, вот, и, соответственно, клиент Microsoft, который есть в Apple Store, сделан над ебись, ну, мягко говоря. Почему? Во-первых, когда только этот клиент вышел, ну, вот, как только появилась поддержка мыши, но около года не было поддержки нормального курсора. Как видите, здесь у нас нормальный Windows курсор, а до этого был достаточно убогий курсор iPad. И, кстати, если вы захотите купить себе iPad, вот такой курсор у вас будет. Если вы будете довольны этим курсором, который еще будет изменяться, то, как бы, флаг вам в руки. Если хотите, я могу отдельно заснять видос про этот курсор и вообще про управление клавиатуры и мыши, потому что это тоже достаточно, ну, сделано довольно на низком уровне, да, то есть, ну, вот, если вы хотите подключить отдельную мышь и клавиатуру, достаточно плохо, да, вам нужен трекпад, получается, и вот использовать официальный трекпад, который есть от Apple. Даже, мне кажется, Apple Mouse не спасет нас в данном случае. Но вернемся к RDP, да, то есть вы подключаетесь к RDP, и какая проблема возникает? Вот, смотрите, я хочу напечатать текст, да, там, «Привет, мир», да, «Привет, мир». Я хочу нажать пробел, да, видите, пробел почему-то не нажался. Почему-то сейчас вообще поиск возник, хотя я нажимал пробел. Почему так происходит? Видите, вот, вокруг области выделена синяя штуковина. Соответственно, он выделяет элемент, и он не может передавать действия. То есть, если мы говорим о приложении, которое есть на Windows, Windows, он передает, как бы, все действия, которые есть, в том числе и шорткаты, на другую Windows машину, и, соответственно, вы можете спокойно взаимодействовать. Например, нажимая «Caps», да, мы видим, да, что здесь появляется русско-английская раскладка, это шорткат от, ну, от самого iPad, то есть все действия, они не передаются на саму машину. Я не знаю, в ком проблема, либо в Microsoft, либо в Apple, потому что, ну, во-первых, клавиатура работает достаточно убого, то есть что на Apple, что не на Apple. Там в браузере, например, открывается дополнительная строка, хотя я ввожу текст. И я не понимаю, как это можно допустить, особенно если люди, которые покупают клавиатуру за 22 тысячи, это довольно странно. Может быть, это только моя проблема. Далее, вот смотрите, да, то есть я не могу нажать пробел. Я не знаю, почему это происходит, но я не могу нажать пробел элементарно. То есть, как использовать его, как, вот, то есть я нажимаю пробел, вот, то есть это как? Во-вторых, стрелка. Стрелка тоже не работает, то есть вы нажимаете, да, и он, видите, перемещается сюда. То есть стрелка, ну, когда вы нажимаете на стрелке, он перемещает вот эту синюю стрелку сюда. То есть он взаимодействует почему-то с интерфейсом, хотя и не передает все действия. Это очень странно. Особенно если мы говорим про официальный клиент. И работать, соответственно, невозможно, то есть вы не можете нажать пробел. То есть когда вы нажимаете пробел, вот сейчас другое действие. я перевел сюда. Я никак не могу от этого избавиться. Может быть, я чего-то не вижу, но у меня возникает большая проблема. Напишите в комментариях, может быть, я неправ, но... Вот. Нажимайте на стрелку и взаимодействуйте. Я не могу это отключить. Я нажимаю на экран, на разной части экрана, он не отключается. Давайте еще раз подключимся. Может быть, мы избавимся от этой проблемы? Нет. Видите, синий экран до сих пор есть. Я нажимаю пробел, и он не работает. Он не работает. Как это допущено? Как можно вот так делать приложение, это непонятно. То есть, вы не можете элементарно нажать пробел. Это как? Ну, то есть, без пробела очевидно работать нельзя. И почему это допустила компания Microsoft или Apple, я не понимаю. То есть, может быть, в сайт-кар это лучше работает, но у меня нет, к сожалению. А Mac, чтобы протестировать это, но это выглядит достаточно убого. Почему про это никто не говорит, непонятно. То есть, наверное, блогеры пользуются iMac, у них все в порядке. Но если мы говорим про устройство Microsoft, если вы хотите работать на iPad удаленно, потому что iPad это замечательное устройство, которое держит очень много, долго батарею, это классно. Как планшет, это замечательное устройство. Да, есть какие-то ограничения, например, вы не можете там просматривать некоторые каналы в Telegram, за что огромное спасибо Apple. То есть, Apple любит делать... Apple делает хорошее устройство, но в плане софта тут очень много ограничений. Поэтому даже вот на восхитительном устройстве iPad, у которого нет конкурентов, по сути, мы сталкиваемся с какими-то непонятными проблемами. Вот, в данном случае мы посмотрели проблемы... Ну, если мы работаем удаленно, используя клавиатуру, мышь. Также вот у меня есть на мыши шорткаты, да, то есть я вот нажимаю на эту кнопку, и у меня работает почему-то Apple. То есть, я не понимаю, то есть, как это? То есть, у меня шорткаты перехватываются с Apple, хотя вот у меня на этот шорткат, если мы говорим про Windows, там все работает прекрасно. Единственное, что не перехватывает Windows, это вот шорткаты с тачпада. Вот он единственное, что не перехватывает, и то вроде сейчас он бы это подтянул, и он абсолютно все ваши действия, он перехватывает. Другой вопрос, можно было бы это исправить в настройках, я почему-то не видел, возможно, это возможно сделать, но, к сожалению, вроде как нет еще, нельзя это сделать. И, то есть, работать просто невозможно. То есть, мы увеличиваем звук, то есть все эти действия, они как бы перехватывают с iPad. Я вот могу, интересно, перейти на допустим F5, давайте нажмем. Да, вот если F5 нажать F5, то есть вот эти действия не перехватывают с F5, да, ну окей, это также и на Windows, то есть вот эти шорткаты, они перехватывают с компьютером, окей, но когда мы говорим про перехват пробела, это вообще, это за гранью, то есть вы не можете спокойно поменять язык здесь, то есть вы работаете на том языке, на котором вы работаете, и, ну, это очень странно. И я не рекомендую использовать iPad в качестве удаленного рабочего стола, если вы используете клавиатуру и мышь, потому что клавиатура нормальная и мышь нормальная, то есть это LJD, который, в принципе, должен сотрудничать с Mac, и, соответственно, вот даже шорткат добавлен для Mac, и это не работает, то есть покупайте Magic Keyboard, который не факт, что будет тоже работать, надо будет это протестировать. Так что так.